Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о самом сильном стимуляторе роста, без которого ни одно растение расти не будет. Но прежде чем я начну, хочу вас попросить перед просмотром этого видео включить VPN. Это поможет мне хотя бы немножко заработать на моем труде на съемке этого видео. Потому что, как вы знаете, в России отключили монетизацию и монетизируются только заграничные просмотры. Вот если вы включаете VPN, программа делает так, что как будто вы смотрите мое видео из-за границы. Я с этого хотя бы что-то буду иметь. Кто не умеет включать VPN или кто не хочет смотреть видео с рекламой, хотя бы поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео с друзьями и напишите комментарий. Это также помогает моему каналу развиваться, расти и, собственно, вы знаете, хотя бы как-то подбадривает меня снимать все новые и новые видео. Потому что, когда ты снимаешь, стараешься, но не получаешь никакой от этого отдачи, конечно же, руки опускаются. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте мой канал. Кто любит мой канал, делитесь, ставьте лайки и я буду продолжать для вас снимать все больше и больше видео. Ну а сейчас я вам расскажу о том, как вообще у меня удалось пробудить все свои орхидейки на рост и цветение. В принципе, не прилагая особо никаких усилий. Так что давайте я вам все расскажу, покажу и открою все свои секретики. Так, сейчас я вам покажу все орхидейки, которые стоят на стеллаже. У всех шикарные результаты. Эти растения я давно ничем не подкармливала и не стимулировала, но у них отличные результаты. Даже свежепересаженные орхидейки, смотрите, они просто бурно наращивают свои корни. Они все раскуклились, посмотрите, какой жирный корешочек. У всех растут листики такие массивные, жирненькие, посмотрите. Кстати, когда я пересадила вот леди мармелад в такой кубический горшочек, она была размера 1,7. В принципе, корневая ее была достойная, но маленькая, да. И когда я посадила, все говорили, ой, это большой горшок, она пропадет, она не будет расти. Но она показывает отличные результаты, потому что правильная посадка и правильный полив. Это сделало свое дело, посмотрите, какой корешочек. И внутри там, вон они, красавчики, просто такая красота. И уже начал расти листочек. Вон он такой вот замечательный маленький кончик. Орхидейки, которые были у меня вот такие малюсенькие, да, тоже размеры 1,7, которые я сажала просто такой, можно сказать, перевалкой. Тоже посмотрите, какие результаты. Все растят листочки, корешочки. Все замечательно. Даже орхидейки-реанимашки из ящика, посмотрите, растут. Вот он листочек. Такая красота вообще. Кстати, это орхидея щербет. Вот. И она очень любит попить, я это заметила. Поэтому поливаю, да, стараюсь на эту полочку залазить чаще и как можно чаще поливать. Вот еще какая у меня красотища. Вот она. Все, я думаю, ее помнят. Вот уже растит листочек. Все замечательно. Корни в порядке. Ничего нигде не гниет. И вон от шеечки тоже корешочки пошли. И слава богу, потому что я за нее переживала. Она очень необычная орхидейка. У нее такие длинные будут плоские листья, немного похожие, да, как у ванды. И цветочки необычные. Поэтому я очень довольна, что ей нравится. И она здесь растет. Вот посмотрите, какая пигментация у листиков. Вон они все корешули пробудились. Вообще я такая довольная, такая счастливая, потому что каждая орхидея, так аккуратно, дала какие-то свои плоды. Вот они все листики. Кстати, вот эту орхидейку хочу вам показать. Вот она красоточка. Долго сидела как-то вот на месте. Это Биг Бэнг. Знаете, вот сидела и как-то ничего мне особого такого не показывала. Но сейчас я вижу, что он прям бурно начал наращивать листовую массу. Мне это очень нравится. Но нужно будет тоже его сейчас полить. И, кстати, нужно будет обновить ему цион. Цион обновляю, добавляю примерно раз в год, раз в полтора года. Вот эта орхидейка была посажена достаточно давно. Нужно будет добавить циончика. Вот такая вот красота. Посмотрите. Детка, которую я отделила от пенька, просто щеткой начала корни растить. Вон они во все стороны. Посмотрите, какое блаженство. Вот корешуля растет. Здесь орхидейка начала доращивать просто свои бутончики. Я надеюсь, что их будет много. Здесь тоже. Смотрите, сколько корешочков. Вот они. Кстати, орхидейкам очень нравится расти в этих кубических горшочках. Я, наверное, сниму по этому поводу отдельное видео. Обалденно наращивают корни. Вот они. Красотища просто. Ай, какие корешули. Эти все орхидейки малышки. Размера 2,5. Размера 1,7. У всех шикарные результаты. В чем же секрет? Здесь получается... У меня стеллажик. На верхней полочке стоят малышки. На нижней полке стоят орхидеи более крупные. И там результаты еще более колоссальные. Во-первых, корни заплетают горшки. И орхидеи начинают выпускать цветоносы. Просто мне не особо удобно здесь на полке лазить, вам показывать. Вот они все мои красотульки. Вон, смотрите, пробудились почки на цветоносах. Доставать их не буду. Но я думаю, шикарно видно, как полностью везде растут корни. Вот они все-все-все раскуклились. Вот они. Хочу аккуратно показать. Пучками, собственно, растут корни у этих орхидей. Конечно, некоторые орхидеи, как вот малышечки, да, я стимулировала. Но орхидейки, которые приехали сюда с других комнат, я их вообще ничем не обрабатывала, ничем не поливала. Просто поставила их сюда. И они стояли под досветкой на вот этом вот стеллаже. Вот я могу вам показать, что у всех орхидей есть результаты. И даже, смотрите, смотрите, какая красота. Котлея начала растить бульбочку. Причем она до этого стояла без досветки. И бульба не росла. Как только я поставила ее под досветку, бульба вот такая вот прям жирнючая начала, знаете, выползать. Я даже думаю, господи, что это за такой жирный, жирный такой вот, я не знаю даже, как его назвать, фасолина такая. Вот. И у всех орхидей, смотрите, просто растут листья, корни. Им здесь очень комфортно. Орхидейки, которые ко мне пришли недавно, они так хорошо растят свои цветоносики. Посмотрите, какие они жирные, хорошие. Вот-вот, смотрите, какие корешочки. Ой, мне вот это еще нравится орхидейка. Она когда ко мне пришла, я ее, конечно, полила и обработала антистрессом, но после этого я ее больше ничем не обрабатывала. Полив чистой мягкой водой. Посмотрите, что она творит. Вот так вот стоит она у меня здесь в стаканчике. Не удивлюсь, если, да, и цветоносик скоро она выпустит. И так, кстати, по-моему, вот даже она его и выпустила. Вот он, вот он, да, и цветоносик будет. Собственно, в чем секрет? Секрет в освещении. Здесь, на этих полочках, у меня очень хорошие лампы. Кстати, вот сказка, цветоносик выпустила. Стеллаж вместе с светом сразу же, да, комплектом я заказывала на мини-фермере. Сразу скажу, что я не разбираюсь в этих всех лампах. Я не могу вам точно сказать, там, да, какие это лампы. Просто я позвонила и сказала, что мне нужен вот этот набор, где все получается включено, да, сразу комплектом. Но мне нужны именно лампы на цветение орхидеи, именно для цветущих растений. И мне сказали, что пришлют мне лампы плюс 300 именно для цветения орхидеи. Вот, я заказала, и мне пришли лампы. Они вот такие вот плоские, с диодами от Samsung, приятного света. Это вот, ну, видите, белый свет с красными, получается, вкраплениями. Вот, и после того, как я поставила сюда растения, да, все подключила, расставила, буквально через неделю я увидела результат. Я увидела, что орхидеи проснулись, да, вот начали наращивать везде просто, вот они корешули. Особенно те растения, которые долго стояли, вот что-то они мне, да, выделывали, не хотели никак расти, чем бы я не стимулировала. Именно под освещением, да, именно на стеллаже, обратите внимание, все эти орхидейки начали расти. Под освещением начала проявляться очень классная пигментация. Вот, посмотрите, какая красота. У многих орхидей появилась пигментация, которой не было. Вот, посмотрите. Многие говорят, что это загарчик на растениях. Это неплохо. Орхидейки себя чувствуют прекрасно, наращивают отличные корни. Ну, вот на всех, абсолютно на всех растениях растут жирнючие корни и растут листики, да. Даже вот это растение, вот. Я давным-давно ее ничем не стимулировала, не поливала. Она как ко мне пришла, это Green Batman, она была цветущая, поэтому я ее ничем не трогала, не стимулировала. И вот под досветкой она начала просто бурно наращивать листочки и корешочки. Кстати, нужно будет ее пересадить. Хочу ее красиво оформить, да, чтобы она уже у меня росла красиво и в каком-нибудь классном горшочке. Вот эти вот капельки, которые вы видите, это обработка была от вредителей, поэтому пятнистость, да, осталась, я их не мыла. Вот это тоже, смотрите, какой корешок, он прям вот такого красного цвета. Вот такая вот красота. Освещение, конечно, очень важно для растений. Для того, чтобы видеть на своих растениях цветоносы, прекрасные листики и корни, их нужно досвечивать. Особенно, если у вас какие-то определенные сорта, такие как беглипы, бабочки, да, орхидеи и мутантики. Им нужно больше внимания, им нужно больше освещения. И просто на окошке, возможно, они и будут расти, но не так шикарно, как под досветкой. Особенно, если у них есть и освещение с окошка, и плюс еще досветка. Вот здесь у меня на балконе на эти растения все равно хотя бы чуть-чуть попадает еще и обычный солнечный свет. Рассеянный, но солнечный свет. И также здесь досветка. И получается, что все необходимое они получают, они растут. И просто полив даже чистой простой водичкой, и у них такие шикарные результаты. Не знаю, я абсолютно довольна этой полочкой от мини-фермера, особенно лампами, да, которые мне прислали. Я могу сказать, что лампы можно подобрать и, возможно, какие-то другие. Просто я в этом не разбираюсь, и я не могу вам сказать сейчас, да, какой нужен там спектр, какая нужна мощность этих ламп. Это можно уточнить на мини-фермере. Причем там лампы есть абсолютно разные. И подешевле, и подороже есть лампы. Также можно будет сравнить с какими-то другими. У меня есть вообще дешевые лампы, обычно такие линейные. У них тоже приятный свет, и от них тоже есть шикарный результат. У меня даже есть лампа такая на прищепочке. Она не сильно, да, в больших там, по-моему, 15 ватт. Но когда я ее подсоединяла именно зимой на окошке, результат тоже был шикарный, и я это показывала. Для досвечивания хватает даже не мощной лампы, а именно для досвечивания в вечерний или пасмурный промежуток времени. Вот здесь же у меня идет как полноценное такое освещение у растений. И честно, я прямо очень рада. Я очень воодушевлена. Я могу даже сказать, что моя вот монстерка Альба наконец-таки начала расти. Потому что она у меня все лето стояла без движения. Я даже ее пересадила в горшочек. Кстати, я тестировала грунт. И такая коробочка продается специально для декоративно-лиственных от Сион. Это кокосовое волокно и плюс Сион для декоративно-лиственных. Вот, наконец-то пошел расти листик. После долгого такого затишья, он, конечно, маленький, без прорезей. Но я надеюсь, следующий будет уже большой. Во-первых, монстера адаптируется в новом горшочке. И начнет все-таки мне выдавать те крупные красивые листья с прорезями. Мне очень этого хочется. Вот такая вот красотка. Здесь, тем более, я ей поставила тотем из мха, опора из мха. Монстеры очень любят, врастают в нее корнями. Я стараюсь ее увлажнять. Вот, и я думаю, что свои плоды будут. Корни, которые вы видите, это от ванды. Она у меня здесь висит. Вот такая вот ванточка. Тоже получая освещение. Ну, и вроде бы с ней все в порядке. Из-за того, что она с ванной переехала сюда, она, конечно, корешочки свои закуклила. Потому что в ванне было очень влажно. Ей нравилось. Корни росли как бешеные. Вот, здесь, конечно, она сейчас адаптируется. Но я стараюсь ее увлажнять каждый день, опрыскивать и включать увлажнитель воздуха. Я думаю, что скоро корни начнут расти. Так что, вот такая вот красота будет и у вас, если будет у орхидеи достойное освещение и небольшая подкормка. Вот, подкормки также важны, чтобы цветение было пышное, чтобы орхидейка не тратила много сил на цветочки, не сушила нижние листья. Вот для этого нужно удобрение. Для того, чтобы орхидея развивалась и росла, нужно достойное освещение. Вот если, да, в принципе, вот эти вот факторы будут учтены, орхидея будет хорошо расти. Вот такая вот красота будет и у вас. И листочки, и корешочки, и, конечно же, цветочки. На этом я буду заканчивать сегодня свое видео. Сегодня получился такой еще и обзорчик стеллажа. Конечно, я сегодня не называла название, но орхидейки только выпускают цветоносы. Я думаю, что будет более интересно, когда они уже распустятся, и я вам буду показывать и называть сорта. Так будет намного-намного лучше. А сегодня я показываю вам именно результат после того, как орхидейки переехали на стеллажи с досветкой. Вот такая вот красота. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока, мои хорошие.